Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня с вами опять Роман Головин. И сегодня я хотел поговорить, когда у человека нет желания, инициативы, не хочется, допустим, на работе идти на повышение, всё в жизни не нравится. То есть таких людей достаточное количество сегодня. Многие люди запутались в жизни, не знают, что они хотят, куда нужно двигаться, что они вообще на земле делают. Некоторые только начинают просыпаться. Осознавать. Пытаются найти выход. Попадают на такие каналы, как у меня. Вот аналогичные каналы. Какие-то книги читать начинают. Это естественный путь развития человека на этой земле, так и на других планетах. Все мы должны духовно развиваться, открывать сверхспособности. Когда у человека нет инициативы. Знаю сам по себе, есть люди, которые всегда отсиживаются за спиной у кого-то. То есть они ведомые. То есть ими надо управлять. То есть есть ведущие люди, а есть ведомые, так называемые. Ничего в этом страшного нет. Просто это прописано в программе. Но всегда надо над собой работать. Всегда надо понимать, когда можно проявлять инициативу, когда можно остаться за спиной. То есть поддерживать некий такой баланс всегда. Я помню, боялся двух слов связать. Когда работал в медицине, страшно было выходить, выступать перед профессорами. Лишний раз что-то рассказать, проявить инициативу, сказать, вот давайте так сделаем. Ты всегда тоже отсиживался до какого-то момента. Это как, знаете, как жизненное испытание может даже у некоторых людей быть. Когда человека прописывает, как бы, да, изначально более низкий старт, скажем так, да, чем наделяет человека определенными характеристиками, параметрами. И человеку легче, да, человек лидер там. Ему это все легко дается, за ним идет масса. Он является душой компании и так далее. То есть ему это легче от человека, которого изначально этого нету. Ему надо над собой гораздо больше работать. То есть человек больше работает над собой. То есть некое испытание. Конечно, с помощью сущностей это все можно переписать, наделить человека лидерскими качествами. Кому это интересно, конечно, всегда мы можем помочь. Но если вы над собой можете сами работать максимально, то старайтесь, конечно же, сами, сколько возможно. Когда у человека нет желания, то есть нет желания работать, нет желания духовно развиваться, там человек в каком-то ступоре находится по жизни. То есть он заблудился. То есть можно человека понять, да, депрессия одолела. И, естественно, человек опускает руки, и ему в этой жизни ничего не хочется. Первое. Во-первых, нужно осознать, зачем человек здесь находится, что он должен делать. Попытаться выйти из тупиковой ситуации, ситуация очень может масса быть. И семейные проблемы какие-то вас в тупик загнали, финансовые проблемы, проблемы со здоровьем, а может все сразу. И нужно постепенно раскручивать этот клубок. Поверьте мне, я видел очень много различных людей, у которых огромные проблемы со здоровьем. Не могут ходить, сидят в инвалидной коляске. То есть даже из такого положения всегда есть выход. Можно просто посмотреть на мир другими глазами, более философски осознать, понять, что вот можно с этой точки начать духовно развиваться, двигаться дальше. Есть определенный старт. И также полноценным стать человеком в обществе. Не каким-то ущемленным, а полноценным. То есть всегда можно себя альтернативно развивать. Найти себя можно всегда в этом мире, общаться с нормальными людьми, и никто на вас не будет косо смотреть. Проблемы со здоровьем, они частично решаемы. Если только не есть большая карма, то частично можно ее убрать. Поменять питание, естественно, начать духовно развиваться, медитировать. Больше энергии человек будет получать, более сбалансирован будет. Будет больше философски размышлять, мыслить, относиться к себе и к жизни. Более философски. То есть вот на этой планете, я очень долго думал, рассуждал, очень много различных препятствий. Начиная с темных, допустим. Очень много кармы у людей, которые живут на этой планете. То есть эта планета некое такое промежуточное звено, пройдя которое, попадаем на другие планеты, где гораздо легче развиваться духовно. То есть нету таких барьеров, которых я перечислил. На тех планетах более легко развиваться, там питание более правильное, растительное или вообще уже проноедение. Люди или души там живут. Скажем так, не как у нас в крупных городах, а равномерно населяете планеты. То есть человек, душа на тех планетах, живет в физических телах, более гармонично, скажем так, чем у нас. У нас все на планете перевернуто темными. И естественно, мы периодически просыпаемся. И вот последняя информация. Сущности ждут определенного момента, когда светлые, когда на человека будет нападение темных. То есть это тоже некая у светлых сущностей практика. То есть они даже используют темных для практики. Напал темный на человек какое-то время. Начал человек чувствовать себя не очень хорошо. После этого нужно уже убирать его с помощью светлых сил и ставить на него защиту. Человек двигается дальше. То есть он почувствовал, что было нападение. То есть у него есть определенный опыт. Опыт жизни на земле, опыт нападения темных, опыт взаимодействия с какими-то людьми, рождение ребенка и так далее. То есть это все жизненный опыт человека. Помимо того, что у него есть программа определенная, которая периодически меняется. И человек это все может выполнять. Меняя свое питание, это очень сильно облегчит вам взаимопонимание, веру в себя. Легче будет реагировать на окружающий мир, когда вам будут говорить, что вот, мол, ты какой-то там не такой, ты неправильно живешь, ты сектант, медитируешь, там ешь мясо и так далее. То есть какие-то друзья от вас будут отваливаться со временем. Может быть, это и хорошо будет. Быстрее разберетесь в окружении. С кем можно общаться, с кем нельзя общаться, с кем вообще опасно. Откроются глаза на все. Рекомендую больше времени уделять саморазвитию, так как темные силы специально создают этот материальный мир. Чтоб нам некогда было саморазвитием заниматься, с утра до вечера работать, работать, обеспечивать свою семью, работа, дом, работа, дом. То есть человек просто не успевает физически. Говорит просто, да, мне некогда этим заниматься, мне это неинтересно. Давайте-ка я буду заниматься и жить обычной жизнью. Буду находиться под влиянием религии, которая тоже тормозит развитие. У человека нету никакого желания, понимания. В институтах это не дают, в школах это не учат, родители тоже это не знают. В последнее время стала открываться эта информация, но, естественно, люди начали развиваться духовно. Кто-то информацию из ченнелингов от высших сущностей получает, кто-то пытается из древних книг. Ну, там тоже не все знания сохранены, многое переписано уже. Естественно, каждый идет своим путем, во что он верит, каждый находится на своем уровне развития. даже по себе могу сказать и по опыту других людей. Люди, когда развиваются, многим свои имена не нравятся, как они выглядят, не нравятся. Можно выглядеть и толстым, и каким-то не таким, и с каким-то изъянами. Но все равно любить себя таким, как человек и есть. Полюбил себя, полюбил окружающий мир, начинаешь развиваться, идти вперед по этой лестнице духовного развития. Когда у человека упадок какой-то, там нет энергии, там опять же надо искать причину. Почему? Либо темный у человека, либо неправильное питание. Всегда есть какая-то причина, либо порча у человека. Когда это все убирается, убирается темный, там допустим, порча, эгрегор, ставится защита, человек оживает, идет вперед. Все в совокупности работает, там страна правильная для проживания, через какое-то время он находит работу нужную, семью, и у человека все потихонечку, потихонечку начинается нормализовываться. То есть человек в свое русло программное вливается и идет дальше. Естественно, легко рассуждать, когда в жизни вроде бы все налажено и так далее, но поэтому мы и развиваемся. То есть и я через это проходил, поверьте мне, сразу не родился, сразу поднесли, вот тебе дом, машина, вот тебе программу, мы тебе написали, что надо в этой жизни делать. А так же, как вы, развивался, искал, был в поиске, бился лбом, пробивал стены, там и не одну, и не получалось, поэтому все это можно сделать. Когда нет желания, вот, кстати, вот сущности говорят, что работа, которая даже прописана в программе, она не не должна вызывать удовольствие, получение кайфа какого-то. Работа чисто для заработка. Вот хобби, хобби это другое. То есть хобби на самом деле может нравиться человеку, но оно не будет большого дохода давать. То есть если вас устраивает небольшой доход, пожалуйста. Кстати, есть руна, можно прописать и теми работами, которыми вы занимаетесь, они вам реально будут нравиться. Возможностей очень много. То есть нужно, во-первых, пересмотреть свою жизнь. Можно начать с каких-то легких моментов, которые не требуют больших финансовых вложений, вливаний. Работа над собой, начать с какого-то минимума. Но естественно, мы всегда рядом, чем-то сможем вам помочь. Многим не нравится духовное развитие, значит, в первое время не надо резко начинать духовное развитие, потихонечку, потихонечку. Шаг за шагом, допустим, часто бывает так, что вы начинаете развиваться, а ваши друзья, родственники, дети там, родители не дают вам развиваться, тормозя, значит, постепенно надо от них отходить в сторону. Или хотя бы, когда вы развиваетесь, не навязывать это никому, если видите, что люди вообще не готовы к этому. Только по вашему опыту и смотря на вас, как вы меняетесь, эти люди могут с вас начать брать пример. А когда мы начинаем так яро пропагандировать все, то, естественно, это никому не интересно. И начинают на вас смотреть косо, к психиатру отправлять, естественно, начинают думать, что вы сектант какой-то и так далее. Может быть, стоит на время страну проживания поменять, работу, место жительства. То есть, это часто бывает, что помогает восстановиться, пересмотреть ситуацию, отвлечься от всего. Кстати, на себя со стороны иногда учитесь смотреть, как будто вы уходите из тела и начинаете на себя смотреть со стороны, прорабатывать какие-то моменты в жизни. То есть, это сущности рекомендуют, это очень часто помогает. Тупиковых ситуаций не бывает, как правило. Это только-только в каких-то экстремальных ситуациях, когда уже и темных снять невозможно, и человек настолько себя загнал в тупик и уже фактически финал жизни у человека. И то при большом-большом желании из этого можно тупика тоже выбраться. Ну, естественно, с помощью, конечно, помощников. Тема, на самом деле, интересная. Если у кого-то есть такой же опыт, пишите под этим видео комментарии, чтобы другие люди видели, что вот человек был на самом дне, выбрался с помощью знаний, каких-то лекций, если моих лекций в стране приятно, а если там какие-то книги кто-то читал, изменив себя, попробовав что-то другое, было же в таких ситуациях, как я рассказываю, я думаю, что другим людям поможет на вашем примере, если вы напишите какие-то такие развернутые комментарии. Всего самого доброго и все хорошего до свидания.